Чимгана-Чарвакскую курортно-рекреационную зону Ташкентской области ждут большие перемены. На основании указа президента от 5 декабря здесь будет образована свободная туристская зона Чарвак с созданием необходимых условий для отдыхающих. В дело развития инфраструктуры региона, в частности обеспечения качественной связью, популярные туристические адреса и маршруты, вносит свой вклад и мобильный оператор UMS. О том, что делается в этом направлении, в следующем сюжете расскажут технические специалисты компании UMS. Горы, живописная природа и наличие качественной мобильной связи. Что может быть лучше для настоящего отдыха без забот и тревог, с возможностью всегда быть на связи с родными? Ведь мы не понаслышке знаем, как выезжая на отдых в горы, порой приходится искать сигнал мобильной сети, а то и вовсе отказаться от идеи позвонить родным. Специалисты технического отдела Центра обслуживания компании UMS в городе Черчаке 7 дней в неделю и 365 дней в году работают над тем, чтобы таких случаев было как можно меньше в Чимгана-Чарвакской курортно-рекреационной зоне. Ежегодно тысячи жителей Узбекистана направляются в урочище Чимган и Чарвакское водохранилище для проведения активного отдыха и оздоровления. В период отдыха каждый хочет поделиться своими впечатлениями, фотографиями и пригласить друзей на отдых. И нагрузка в эти периоды увеличивается в разы. Для предотвращения перегрузки сети компания UMS постоянно мониторит состояние предпринимает действия для строительства новых базовых станций, чтобы предотвратить перегрузки. В этом году, в ноябре-декабре текущего года, в Бастанлыцком районе было установлено 14 базовых станций, 11 из которых стандарты 3G, позволяющие предоставлять дополнительные виды услуг нашим абонентам. Следует отметить, что за этим простым понятием «базовая станция» кроются масштабные процессы. Каждый звонок, выход в интернет, полученное или отправленное смс-сообщение – это результат работы огромной системы, состоящей из базовых станций, контроллеров, коммутационного оборудования, ИТ-оборудования и многих других элементов. Для абонента видимая часть всего этого – лишь антенна-мачтовое сооружение и, собственно, антенна базовой станции. Строительство базовой станции до ее ввода определяется сроком не менее 6 месяцев. Этот процесс очень трудоемкий и многоэтапный, который включает в себя получение согласования от органов Санэпидемнадзора, Центра для прогрета совместимости и других органов Государственного надзора в области телекоммуникации. Проектно-изыскательские работы позволяют начать строительство и монтаж объекта, после чего, опять-таки, органы Санэпидемнадзора проводят тестирование объекта и выдают санитарно-эпидемический паспорт, который позволяет в дальнейшем эксплуатировать данную базовую станцию. Это говорит о том, что нормы и правила, которые имеются на данном объекте, соответствуют требованиям и не вредят здоровью. Отметим, что строительство базовых станций на местах отдыха в Ташкентской области осуществляется с учетом мнения населения. В частности, в мае нынешнего года компания UMS провела опрос в социальных сетях, в рамках которого поинтересовалась мнением непосредственных пользователей, в каких именно местах следует улучшить связь. Свыше тысячи респондентов дали свои рекомендации и предложения по дальнейшему развитию сетей UMS. Исходя из мнений и пожеланий наших абонентов, и учитывая стратегические планы развития компании, мы стремимся к предоставлению высококачественного сервиса даже в труднодоступных горных районах. Только за последнее время нами запустен ряд новых базовых станций, позволяющих предоставлять сервис. В Бастанутском районе, в таких местах урочище Чимган, Акташсай, Хумсан, излюбленных местах отдыха наших граждан и иностранных гостей, емкость сетей UMS увеличилась и позволяет выдерживать большие нагрузки по сравнению с предыдущими периодами населенных пунктов Паркенского района, Сукок, Красногорск, Невич и в других местах массового посещения граждан. Тот факт, что компания осуществляет свою деятельность, ориентируясь на потребности своих клиентов, говорит о многом. Ведь именно тот, обонять, чьи запросы и потребности в мобильной связи удовлетворены, будет активнее пользоваться услугами компании и рекомендовать ее другим. Сегодня мы непосредственно в полевых условиях изучили проводимые компании UMS работы по расширению сети в Ташкентской области. Благодаря тому, что количество базовых станций увеличивается, вместе с тем и улучшается качество связи. В частности, посмотрите, какая теперь скорость передачи данных даже в горной местности. Это говорит о том, что оператор со всей серьезностью относится к поставленным задачам и уверенно стремится к цели, заявленной в лозунге. Оператор связи, каким он должен быть. Добавим, что четкое знание своего дела вкупе с любовью и преданностью к профессии позволяет специалистам UMS успешно реализовать все новые проекты. В частности, в ближайший период намечается улучшение покрытия сети на автомагистрале Кайнарсай в Бостонлыкском районе, что позволит абонентам компании с комфортом пользоваться услугами связи.